Я вот хотел вас спросить, вам как лучше слушать Бхагавадгиту, когда читают текст по порядку, или когда специально готовят какой-то текст для специальной, для воскресной программы? Все. По крайней мере, я буду готовить специальные теперь лекции для воскресной программы. Потому что есть два варианта. Это специальные тексты готовить и читать по порядку. Но по порядку иногда люди даже не в курсе, о чем речь. Конечно, каждый стих, он как кусочек леденца сравнивает с Шримад Бхагаватом с кусочком леденца. То есть с какой стороны не отломите или с какой стороны не лежите, все сладкое. Точно так же, как и с той стороны, и с этой. Но все-таки лучше всего, когда по порядку это делается. Поэтому вполне вероятно, мы можем сделать так, что какие-то воскресные лекции как бы систематизировать. Вот мы как бы какую-то тему будем продолжать именно только по воскресеньям. Да? Так можно же сделать? Чтобы как бы цепь какая-то, какая-то канва выстроилась, какая-то последовательность каких-то определенных объяснений, событий, истории, предысторий и так далее. Так, да, будет сделано? Лучше? Итак, сегодня мы читаем, поскольку это специфический текст, попробуем как-то его адаптировать для нынешних условий. Итак, Гранд Шрима от Бхагавадгита, как она есть, глава вторая, которая называется «Краткое изложение Бхагавадгиты». Или в предыдущем варианте эта глава называлась «Обзор Бхагавадгиты». Теперь называется «Краткое изложение». Вывеску поменяли. Точечка внизу, то соединительный звук «И» появляется. Вот видите, после «Р» есть точечка? Есть вот «Ридгамам», «Ридгам», «Ридгама», там точечка должна быть над «М», и тогда «Ридгама». Вот здесь «Вапя», 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 это «А» длительная будет. Вот когда точечка над «Ш», это означает не «Ш», она «Ш», такая мягкая, как бы, с мягким знаком. «Ш» с мягким знаком. Если вы помните, звук «Х», так не надо. Нету такого звука в санскрите. «Бхагавадгита», вообще такой очень «Бхагавадгита», «Шримад Бхагавадгита», «Брахмана», «Бхагавадгита», «Бхактивиданта» «Свами», «Бхактивиданта» «Свами». Это акцент, на самом деле, это очень сильный акцент санскрита, и критикуют иногда люди. Это акцент санскрита, как бы вы сказали. Ну что, не «Здравствуйте», что-нибудь такое. «Здравствуйте», что-то такое. Ну, это очень странно звучит. Итак, кто хочет прочесть все это на санскрите теперь? Кто теперь хочет все это прочесть на санскрите? Ну, давайте еще раз. «Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюют цветущее царство, которому не будет грозить никакие враги и обриту власть, какой обладают небожители. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюют цветущее царство, которому не будет грозить никакие враги и обрету власть, какой обладают небожители». Комментарий его божественной милости Шри Шримадаче «Бхактивиданты» с вами Прабхупады. Арджуна выдвинул множество доводов, основанных на знании, религиозных заповедей и моральных норм. И все же без помощи духовного учителя Господа Шри Кришны он не смог разрешить мучившую его проблему. Ему стало ясно, что все его так называемые познания не помогут ему решить проблемы, которые буквально оглушили его. И без духовного учителя, подобного Господу Кришне, он был не в состоянии справиться с ними. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавят нас от проблем. Помочь в этом может только духовный учитель, относящийся к цепи Кришны. Отсюда следует, что истинным можно считать только того духовного учителя, который обладает сознанием Кришны, ибо он способен разрешить все наши жизненные проблемы. Господь читания говорил, что истинным духовным учителем может стать любой, кто постиг науку сознания Кришны, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. Если человек, будь он випра, знатоком ведических писаний и обрядов, монахом, отрекшимся от мира, или же простолюдином, овладел наукой сознания Кришны, значит, он достоин совершенства и является истинным духовным учителем. Читание Чритамрита Мадхья 8.128. И наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. В ведических писаниях говорится то же самое. Ученый Браман, сведущий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться духовным учителем, если не является Вайшнавом, то есть не владеет наукой сознания Кришны. Но Вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем Падма Пурана. Проблемы материальной жизни, рождение, старость, болезни и смерть нельзя разрешить, накопив богатство или добившись экономического благополучия. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни, но и там люди не смогли разрешить основных проблем материального существования. Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести, лишь обратившись за советом Кришни или к Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам, книгам, в которых изложена наука о Кришне. Чтобы понять наставление Кришны, необходима помощь его истинного представителя, то есть человека, обладающего сознанием Кришны. Если бы экономическое благополучие и материальные удобства могли избавить человека от проблем, с которыми он сталкивается в семье, обществе, государстве или в масштабах всего мира, Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому не грозят никакие враги, или власть, которой обладают небожители, не могут заглушить его скорбь. Это побудило Арджуну искать утешение в сознании Кришны. Только тот, кто идет этим путем, сможет достичь мира и гармонии. Экономического благополучия или мирового господства нас могут в любой момент лишить стихийные бедствия. Даже жизнь на высших планетах, например, на Луне, которой так рвется сейчас человечество, в какой-то момент подходит конец. Подтверждение этому мы находим в Бхагавадгите. Исчерпав плоды своих благочестивых дел, живое существо падает с вершин счастья на самое дно жизни. Эта участь постигла многих сильных мира сего, и падение не принесло им ничего, кроме новых страданий. Итак, если мы хотим навсегда избавиться от скорби, то должны принять покровительство Кришны, как это сделал Арджуна. Арджуна просит Кришну, раз и навсегда разрешить стоящие перед Ним проблемы, а это возможно только с помощью сознания Кришны. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюет цветущее царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Итак, говорится, предназначение шастер избавить нас и предназначение духовного учителя или его обязанности. Также есть обязанности у шастер, у духовного учителя есть обязанности и предписания, и также существуют обязанности и предписания у садху. Это три категории, которые являются собой целостное составное понятие истины. Как мы можем узнать, что знание истины, оно должно быть подтверждено тремя этими составными? Гуру, шастры и садху. Если одна составная, эта истина отсутствует, это считается неполной истиной, или мы можем говорить неполным знанием. Это не является парам сатьям. Парам сатьям означает абсолютная истина. Парам сатьям. Это не является абсолютным и может подвергнуться сомнению. Даже если это сказал гуру, и подтвердили садху, но это не подтверждает, что? Шастры. Это может подвергаться сомнению. Или наоборот, в шастрах это подтверждается, подтверждает это садху, но это не подтверждает кто? Гуру. Мы должны также подвергнуть сомнению все эти какие-то свои изыскания, или свои впечатления, или раздумия, размышления, или какие-то действия. И также наоборот, если садху говорят об этом, но это не подтверждается шастрами, духовным учителем, это также может быть что? Отвергнуто или отклонено. Все три эти составные должны дать или вынести свой вердикт. Все три эти составные. Если все три положительных, то есть садху говорят, татасту, гуру говорит, будет так, и садху говорят, это правильно, тогда мы принимаем это как парам сатьям, абсолютную истину. И говорится, что гуру, положение гуру очень удивительно, что гуру должен всегда ссылаться на шастры и на садху. Поэтому в единственном лице мы можем принять три этих аспекта. И если мы с вами будем внимательно изучать книги Шрива Праупады, мы обнаружим, что Шрива Праупада все эти три аспекта нам несет. Он ссылается на слова своего гуру, на слова садху или ачарьев прошлого и шастры приводит. Шастры, то есть в его книгах есть все три составные абсолютной истины. Гуру, шастры и садху. Нигде он каких-то своих доводов не приводит какие-то. Он говорит, вот я так думаю, что вот это так вот. Или я считаю, что вот так-то. Мы тут подумали со своими ребятами и решили, что вот это так-то. Нет, нигде этого не сказано. Везде Шрива Праупада подчеркивает, что сознание Кришны это наука, подчеркивая точность. Наука это означает точность. Это не спекуляция. Слово спекулять означает размышлять. Размышлять. Вы думаете, то ли так, то ли так, то ли так. Говорится, из десяти спекуляций, то есть размышлений, одно может быть правильным. Но вы не знаете какое. Вы не уверены. И говорится, вера, лишенное знание, есть сентиментальность, переходящая постепенно в фанатизм. В фанатизм. Сентименталисты не так опасны, но фанатики уже опасные люди. Фанатики очень опасны. Сентименталисты нет. Поэтому на первых порах сентиментальные люди, они такие, все у них хорошие, все так-то достойны просада, мантры, так-то всех надо спасти. Но потом они просто уже давят. Они вас начинают давить. Сначала они начинают давить своих родных и близких. Потом давят соседей и окружающих. Потом давят всех на работе. Что значит давить? Навязывают. Когда у человека сентиментальность постепенно трансформируется в фанатизм, он просто начинает навязывать другим свои интересы. И делает это очень некорректно, очень неделикатно. делает навязчиво и порой прибегает к унизительным или к унижающим оппоненту формам объяснения. Говорит, вот ты, допустим, балбес-балбесом, вот как ты сможешь прожить без вед? Однако в Пуранах Шрила Парупада очень часто любил объяснять это. В Пуранах говорится, прежде чем вы хотите, чтобы человек вас начал слушать? Не слышать, а слушать. Знаете, в чем разница слышать и слушать? В чем? Слушать, да. Слушать и слышать. Это разное. Слышать – это мимо ушей. Поэтому говорят, да имеющие уши, да, услышать. И вот говорится, чтобы вас слушали, а не слышали. Говорится, в Пуранах это говорится. Нужно 50 раз человека похвалить перед этим, чтобы что-то ему сказать, чтобы он слушал. О, как ты сегодня хорошо выглядишь. Похудел, да, да, да. Полным людям всегда надо говорить, вы похудели. А который худенький, говорит, что там такой стал бодренький, такой живчик прямо. Глаза такие ясные, просто прекрасные ботинки, прекрасная одежда. О, у тебя такие прекрасные. И вы считаете, сколько вы там? Вы начинаете нахваливать, нахваливать, нахваливать. 50 раз нужно похвалить человека, прежде чем он станет вас что? Слушать. Не слышать, а слушать. Он слышит, что вы там что-то бормотали там. Но о чем он не? Потому что он не слушает вас. И так эти люди не знают, они сразу начинают, что делать. Поэтому, говорится, три аспекта в проповеди нужно соблюдать и довести их до совершенства. Первое, это привлечь, привлечь, нахваливать, говорить о лучших сторонах, сенсации всевозможные и так далее, и так далее. И всегда говорить, о, у вас-то прекрасная карма, я что, я все, вы такие, у вас такое сердце благородное, просто глаза у вас, это просто потрясающе. Я читал в одном писании, именно такие глаза у тех, кто с райских планет. да-да-да, а карма, просто на лице ваша карма, просто прекраснейшая карма. А какой разум, потрясающий разум. И вы прославляете человека, 50 раз нужно прославить, чтобы человек сказал, ну, что хотел-то, давай. Еще пропадок приводит такой пример, он так и говорит, и когда вы 50 раз его прослали, он так говорит, ну, что хотел-то. Он не говорит, что говорите там, ну, что хотел-то. Он уже такой великий, уже все, потому что вы наговорили его уже. Ну, что хотел-то. И вы говорите, да, вот тут такая, простите меня, глупого я тут. И он уже, да, глуповато, конечно. Но он слушает, по крайней мере, он слушает вас, он не слышит, он вас слушает, он вникает, о чем вы там. Сейчас он облагодетельствует вас. Ну, хорошо, говори. Так эти люди, несомненно, начинают давить, но все, становятся фанатиками. Говорится, вера, лишенное знания, это фанатизм. Знание, лишенное веры, то есть вы знаете, у вас целых 10 вариантов, вы не знаете точно, и вы не верите ни в то, ни в это, ни в это. Вы сомневаетесь. И говорится, знание, лишенное веры, есть что? Философская спекуляция. Вот то, что мы называем размышление. Как бы размышляют они. Размышляют. Они берут какое-то писание и размышляют, то ли это так, то ли это так. Мы думаем, что вот так это было. Говорят, мир произошел от большого взрыва. Это что? Спекуляция. Теория Дарвина, это что? Спекуляция. Гекель, спекуляция. Теория относительности времени, что это? Спекуляция. Все это спекуляции. спекулятивное знание. Как бы вы размышляли. Итак, здесь Арджуна говорит, я не знаю. Он указывает на то, что он не обладает знанием. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. И говорится, смыслом и предназначением гуру, шастру и садх является это первый стих ригведы. Паям шокам варджитага. Что предназначение всех ритуалов, всех мантр, всей этой деятельности, тапасии, благотворительности и жертвоприношения избавить живые существа. От чего? От всех разновидностей страха и всех разновидностей скорби. Скорбь бывает разная. тоже такая. Бывает неглубокая скорбь. Как сон делится на три состояния. Хотя во сне существует 62 состояния сна. Но их делят на три категории. Это сон в виде дремоты. Называется дрема. Помните, да? Когда сознание уходит из глаз. Когда сознание уходит из глаз, то человек закрывает глаза. Душновато. Хорошо, так тепло, батарея сзади. Как-то так нормально слушает с закрытыми глазами. На счет три я засыпаю. Сознание ушло из глаз. Он дремлет. Такая дрема. когда сознание уходит из глаз, оно начинает постепенно опускаться вниз сознание. И опускается в горло. И у человека называется сон со сновидениями. Появляется. Если уже опустилось в горло все, если вы разбудите человека, он будет такой нервный. Он будет нервничать. Или он будет такой в ужасе. Может ему что-то страшное приснилось. но он будет дискомфорт испытывать. Очень сильный. После этого нужно обязательно совершить что? Омовение. Поэтому говорится через если вы спали час, то несомненно сознание ушло как минимум куда? В горло. В горло. Как минимум сознание ушло в горло. Как только сознание ушло в горло и человек начинает видеть сны в этот момент говорится он попадает под влияние гуны. невежества правильно не страсти. Гуна страсти это когда у него сознание из глаз ушло. Вот это гуна страсти. Я медитирую. Не мешайте я думаю. Нет, нет я уже не сплю я просто думаю. Как заснуть? Думать как заснуть? Как поспать еще? 5 минут сейчас 5 минут 5 минут 5 и 0 или 2 0 Это когда сознание уходит из глаз. Но когда уходит из горла. Поэтому говорится если человек проспал более 30 минут надо обязательно совершить полное омовение. Полное омовение. Потому что идет аспект уже какого? Тонкого разрушения. Вас вводят в состояние разрушения. Вы будете очень удовлетворены если вас через час проснетесь быть а что до завтра отстаньте или если так не будете внешне выражать то будете внутренне не буду делать все равно. Не пойду не пойду в магазин не буду стирать. Таку гору сами наносили не буду стирать. Своё постираю и чужой не буду. И следующий уровень сна если вы помните это когда сознание уходит в сердце и там живое существо попадает в сияние Брама Джоти и в этот момент сон очень короткий и очень эффективный. Вот там живое существо заряжается всей энергией всей потенцией и отдых. Поскольку как только оно соприкасается с духовной субстанцией пара вьема или пара бракаш это эфир духовного неба или шабда это потому что шабда исходит от параматмы это сияние исходит. И как только живое существо соприкасается с этим сиянием как тут же спадает что вай-кундха все тревоги мгновенно вай-кундха переводится нет тревог и в первую очередь нет скорби скорбь исчезает поэтому говорят иди поспи человек там бе-бе-бе-бе-бе если вы очень опытные вы смотрите слушаете это не так это не так вы говорите ты когда последний раз спал глубоко что хочешь такой загруженный как этот масс или камаз Как замосвал, весь гружённый. Иди поспи. Хорошенько выспись. Хорошенько выспись – это не значит, что вы на стуле решили хорошенько выспиться. Нет, в лучшем случае это уйдёт из глаз, но опустится в горло. Но чтобы в сердце вы должны лечь хорошо. На правый бочок. На правый бочок. Или на спину. Говорится, лучший сон, когда вы засыпаете на спине. Но войти в сон можно на правом бочке. Засыпайте. И вы заснули. И сознание поехало в сердце. И как только живое существо соприкасается с этой духовной субстанцией, с этой вибрацией. Брамаджёти. Вот это вот парабрагаж. Этой праной. Это всё исполнено. Пух, сразу скорбь спадает. Спадает что? Все виды страхов. Сразу уходят все виды страхов. Дается сила. Говорится, усталость уходит. Там нет усталости, скорби, страха. Чего ещё? Уныния. Печали. Всё. Этого нет на вайкунхах. И человек попадает, как бы душа, она соприкасается с этой вибрацией вайкунх. И человек за очень маленький промежуток времени полностью восстанавливается. Полностью. И то время, которое мы спим, на самом деле, оно и необходимо только не для того, чтобы мы там сразу. Раз глаза закрыли, уже в сердце сидишь. Раз глаза открыли, всё нормально, поспал. Нет. Это очень продвинутые личности могут так делать. Как Госвами описывается, они на несколько минут закрывали глаза и погружались сразу в сердце. А кто там в сердце? Кришна. А где Кришна, там его что? Имя, форма, качество и игры. Они в этот час что делали? Наблюдали игры Кришны. Они закрывали глаза и там начиналось. И они всегда улыбались. Сидя. Сидеть. Улыбается. Спит. Полный отдых. Раз открывает. И никакой усталости, скорби, страха, уныния и так далее. Более того, говорится, постепенно Госвами дошли до того, что спали сколько? Кто знает? 48 минут. Брахма. Брахма, Мухур. Мухурту спали. 48 минут. Что это 48 минут было? Что за Мухурта? С Кришной встречались? Конечно. Го винда мари фуруша. Или пели самсару. Кришна. Не встречались с Кришной? 48 минут Мухурту. И полностью были вдохновлены, одухотворены. Открывали глаза и продолжали писать книги по науке преданного служения. Очень удивительно. И так говорится, что живое существо спит на самом деле. Где-то приблизительно с 10 до 12, 2 часа процесс погружения сознания в сердце уходит. Это очень продвинутые личности, которые могут за 2 часа достигнуть сердца своему сознанию. Поскольку ум наш очень сильный, чувства сильные, мы не можем отдохнуть. Не можем отдохнуть. Очень сильные. Тревога какая-то есть, какие-то проблемы есть. Как здесь Арджуна говорит, оглушающая скорбь. Оглушающая скорбь. Человек не может спать. Что-то его беспокоит, что-то его мучает. Какие-то проблемы. И поэтому он постепенно, нервная система начинает истощаться. Когда вы недосыпаете, недоедаете, вас что-то мучает, нервная система начинает истощаться. Что это означает? Что с человеком начинает происходить, когда нервная система истощается? Да, разум слабый. На самом деле слабеет разум. И тогда человек больше обидчивый, более сильно обижается. В нормальном состоянии он бы не обиделся. Его все начинает беспокоить. Когда человек не высыпается, ему кажется, что все не так. Вот там тапки не могут поставить. Нормально. Сидят тут, понимаешь, не так. Не в позе лотоса. Или там что-то еще. Все его беспокоит. Глаз становится очень критичным. Критическим. Он начинает все критиковать. Все подряд. Он начинает думать, ты жизни не удалась. Что я здесь делаю? И так далее. Это он не выспался. Поэтому опытный человек, он вас посылает спать. Вы ему говорите, а при чем здесь спать-то? Он говорит, притом, иди спи. Иди спи. Таков сон. Такова целительная сила сна. Не сновидений, а именно сна. Сна настоящего сна, когда сердце уходит к параматме. Вернее, сознание уходит к параматме. И так до 12 часов на самом деле длится сон. После этого идет процесс пробуждения на самом деле. До трех или до четырех. Это то есть сознание такое. Еще пять минут, еще пять минут, еще пять минут. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, что я дура, что ли вставать в 12? Только легла же вроде. А что-то спать неохота. Нет, надо спать. И человек себя заставляет. В 12 стоят только дуры и дураки. Вы замечали? Так бывает. Вы просыпаетесь ночью, уже спать неохота. Ну вы думаете, ну еще время-то мало, что я как сумасшедший буду сейчас. Ходить здесь и как сумасшедший читать джапу. Нет, надо опять. Ну-ка спать. Вы кладете себя и начинаете заставлять. Раз баран, два баран, три баран, четыре баран, пять баран, шесть баран, семь баран. И начинаете считать. И потом уже к утру там 3789 баранов. Вот, теперь пора вставать. Вы просыпаетесь, как будто бы. Говорится, сложно разбудить того, кто притворяется, что спит. Практически невозможно. Теоретически можно, но практически нет. Вы будете вставать. Будем что-то там щекотить. Просто возьмите стакан ледяной воды. И блядь. В ухо ему. Говорится, Кришна, он в ухо наливал воду. Да, Кришна наливал в уши воду. И писал в глаза. Если кто-то не встает, попробуйте. Если вы очень хотите его поднять. Налейте ему в уши воды и попысите ему в глаза. И он притворяться перестанет. И он скажет, ты что, надо было как-то по-другому меня разбудить. Я бы очень крепко спал. Но он будет уже весь. Уринотерапию ему строится. Итак, задача в Писании. Гуру и садху избавить человека от всех разновидностей страхов и скорби. Паем означает страх. Апхаем означает бесстрашным. Сделать человека бесстрашным. Бесстрашным. И шокам означает скорбь. Есть разновидности скорби. Разная глубина. Также скорбь бывает такая же, как сон. Из глаз туда и туда. Также и скорбь бывает такая, легкая. Чуть-чуть скорбит. Бывает более серьезная скорбь. Скорбь с разными планами. С разными планами. Как лишиться этой скорби. Кто-то путешествует. Кто-то говорит, мне надо пожить отдельно. Давай поживем отдельно. Иногда супруги. Когда у них очень большой накопится проблем. Они говорят, я чувствую, надо пожить отдельно. Ты не мог бы оплачивать мое отдельное проживание? Так, здесь еще так говорят. Да, на самом деле так бывает. И что-то еще. Когда скорбь глубокая, они просто ничего не соображают уже. Просто убитые скорби. Все время в том огне. Лежат. Видели, да, такие люди. Лежат, потолок смотрят. Курят. Такой бочки. Такая гора. Это бутылки все захламлено. Все небритые. Мужчины, да. Это скорбь они все. И туда они пить не могут. Даже пить не могут. Водку пить не могут. Ничего. Потому что такая скорбь уже не до водки, не до чего. Потом уже курить не могут. Где же ты? И где искать твои следы? Как тебя зовут никто, не сможет мне рассказать. И вот так. Спать не могут. Все такое. Это скорбь. И Арджуна говорит оглушающая скорбь. Что он даже что? Ничего не слышит, что ему говорят. Кто-то там утешает его. Да ты что? Ерунда какая. Ну, померли у тебя там родственники. Да что ерунда какая. У меня тоже померла собака в прошлом году. И ничего. Поплакали год. И нормально себя чувствуют. Вот у меня, если помрут, я лично плакать не буду. И скорбеть не буду. Да-да-да. Вот когда помрут, увидишь. Так иногда люди всегда утешают друг друга. Да что ты, ладно. Да брось ты ее. Но они так говорят, потому что они не привязаны. Поэтому очень легко говорить. Они не испытывают тех чувств, которые испытывает тот человек, который скорбит по отношению к какой-то привязанности. И Арджуна, он отречен. Вернее, Кришна, он отречен. И он не испытывает тех чувств, которые испытывает кто? Арджуна. Поэтому Кришна ему говорит, да ладно ты что? Иди убей вообще их всех. Что ты там со своей любовью к ним лезешь? Иди убей их вообще. Иди убей. И этим ты принесешь им благо. Если ты на самом деле их любишь. Он говорит о какой-то другой привязанности. О какой-то другой любви. О каких-то других чувствах. И Арджуна оглох. Он не может понять, не не слышит. Он просто что? Он, вернее, не слушает, а слышит. Скорбь вызывает именно это. Что мы не можем сконцентрироваться на слушании. Поэтому каждый из нас понимает, что такое внимательность. Внимательность это способность слушать Святое Имя, а не слышать его. Вот в чем разница между воспеванием квалифицированным и неквалифицированным. Когда человек слушает Святое Имя, а не слышит, что его правильно повторяет. Он его слушает. Это называется внимать. То есть он слушает Святое Имя. Как оно звучит. В этом имени должен появиться что? Это называется нама. Должна рупа появиться. В соответствии с тем, насколько человек слушает Святое Имя, появляется рупа. То есть форма. И для этого люди, говорится неофитам, обязательно нужно поклоняться божеству в храме. И говорится, божество открывается, когда человек внимает Святое Имя, внимательно. И Шрила Бхак Сан-Сарасвати описывает. Одиннадцатое оскорбление. Невнимательное повторение, которое является причиной всех десяти оскорблений. Невнимательное повторение. То есть человек слышит Святое Имя, но не слушает. Он слышит его. Да, это было Святое Имя. Да, там была Кришна, Радха, это вернее. Харе, Рама было. Все я слышал. Он не слушает Святое Имя. Слушать Святое Имя, это значит проявить форму. И поэтому человек начинает поклоняться божеству не дома, а где? В храме. Называется Муртайш Радханая Сева. Поклонение божеству в храме. Не на намахате. В храме. Еще раз откройте книги прупады. Вы не изучаете книги прупады, поэтому у вас такие спекуляции рождаются. Единственное, кому это допускается в чрезвычайных обстоятельствах. В Бхагаватам есть такой раздел, который называется «Деятельность браманов в чрезвычайной ситуации». Он может просто связаться с божеством в храме через что? Кто знает? Посредством священного шнура, на котором он читает Гай-три мантру. Он связывается с божеством в храме, с духовным учителем и со святым именем. Вот он может не прийти в какой-то чрезвычайной для себя ситуации. Но он читает Гай-три. Он три раза посещает. Говорится, Гай-три приравенится к посещению всех святых мест. Пока он читал Гай-три, он посетил все святые места. Совершил пуджу божествам и духовному учителю. Связался с духовным учителем. Связь – это йога восстанавливается. Другие люди, они должны понимать важность поклонения божеству в храме. Ибо благодаря божеству в храме человек начинает слушать святое имя. То есть святое имя для тех, кто еще не поклоняется божеству, не понимает положение божества в храме. То есть мурти. Называется арча виграха. Тот, кто не понимает поклонения форме Кришны, он имперсоналист. Поэтому существует очень много имперсоналистских школ. Что за имперсоналисты? Поясняю. Имперсоналисты – это те, которые говорят, что у Бога нет формы. Что Бог – это якобы такой свет, какая-то энергия какая-то духовная. Что нет формы. Иногда эта энергия принимает форму. Для того, чтобы легче было тем, кто имеет форму, это называют материальный мир, миром имен и форм. И что эта божественная субстанция, это божественное нечто, оно принимает форму, чтобы легко было его воспринять тем, кто находится в мире форм и имен. Поэтому на самом деле у Бога нет ни формы, ни имени, нет никакой деятельности. Но у него есть желание каким-то образом живые существа к себе вернуть. И тогда он как бы принимает форму и получает имя. Поскольку люди здесь все привязаны к формам и что? К именам. Это называется имперсонализм. То есть они наносят оскорбление Богу. Они считают, что Бог не имеет имени, не имеет формы, не имеет качеств и не имеет что? Деятельности никакой. Никакого окружения, никаких атрибутов. Мы имеем, а он нет. Значит мы что? В чем-то его превзошли. Несомненно мы в чем-то... Почему это называется оскорблением? Что мы в чем-то его даже превосходим. Потому что все мы гордимся своей формой, именем, качествами и деяниями. Все мы хотим действовать. И говорится, Бога лишают таким образом. Но на самом деле Бог, его самое высшее проявление и является это имя, форма, качество и деятельность. Имя, форма, качество и деятельность. И когда человек поклоняется божеству в храме, именно в храме, не дома божеству поклоняется, а в храме, то постепенно его имя улучшается. Вот эти все пуджи, поклонение прупаде, поклонение божеству в храме. Оно дает, что мы... Наше повторение святого имени принимает обличие формы. Мы постигаем форму. Постепенно мы начинаем постигать качество, слушая, как Кришна там что делал, так и так далее. Слушаем лекции по Шримад Бхагаватам, по Бхагавадгите. Мы постигаем качество и одновременно деяния. Таким образом, джапа наша становится, когда человек начинает воспевать святое имя, то автоматически, если он внимательно слушает святое имя, то после такой процедуры, через некоторое время, он только берется за джапу или слышит имя Кришны. Как автоматически, практически в сознании, всплывают какие-то игры. Игры. А кто играет? Наделенные качествами, формой и именем. И человек, повторяя джапу, он погружается в игры Господа. Он размышляет, обыгрывая Господа в момент повторения джапы. Это не так, как иногда люди говорят, а надо вот вспоминать, надо думать там. Нет, надо слушать внимательно. Внимательно. Не слышать, а слушать святое имя. Нужно внимательно слушать, как Кришна выглядит. Нужно внимательно слушать, как Он творит материальное проявление. Нужно внимательно слушать, как Он любит своих преданных. Нужно внимательно слушать, как Он одет, как Он двигается. Что Он хочет, нужно внимательно слушать. Потому что это слушание дает нам возможность лишиться имперсональной концепции. То есть принять Кришну как верховную личность Бога. Что Он личность имеющая. А что такое личность? Он индивидуальность. У Него есть имя, форма, качество и игры, деяния, которые включают в себя атрибуты и окружение. И поэтому Шрила Пруппада именно с этой целью, Он пишет комментарий, «Так много бакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу». Не вернутся, потому что они не понимают этого. Они имперсоналисты еще. Есть целая работа проявления имперсонализма в преданном служении. Когда человек еще не способен постигнуть форму, прекрасную форму Господа, скрытую от глаз невежественных людей. Почему? Потому что он не слушает Святое Имя. Он его слышит. Поэтому многие четко повторяют. Очень четко, громко повторяют. Но зависит не от того, не от четкости, не от громкости. Не от четкости и не от громкости. От чего? Кто знает. От внимательности. От внимательности. Еще раз повторяю. Я же целый час вам говорю. И вы просто начинаете думать. Что же такое? От чего же правда зависит? Целый час он что-то рассказывает. От внимательности. Внимательное повторение Святого Имя. То есть Святое Имя, которому человек внимает. То есть он концентрируется тут же, мгновенно. Как только он начинает повторять. Ри Кришна, Ри Кришна. Как тут же Радха и Кришна перед глазами появляются. Радха и Кришна появляются. Он сразу вспоминает все их качества автоматически. Что это всеблагой Господь. Что он само отречение, сила, слава, все знания, вся красота. Все могущество с ним проявлено. Человеку сразу ассоциация. Что это Бог. И сразу наступает состояние, которое называется, кто знает как, благоговение, почтение и смирение. Айшвария. Айшвария. То есть человек соприкасается сразу с духовной энергией. Почему Пруппада говорит, что когда человек начинает внимательно повторять святое имя, он в состоянии айшварии соприкасается с состоянием байкунтхи. Это называется намо-абхаз. Намо-абхаз. Не оскорбительное воспевание. Есть намо-апарадхи. Это когда мы просто слышим святое имя. Слышим, не больше. Мы не слушаем его. Мы слышим, но не слушаем. Но когда человек начинает слушать святое имя, он достигает этого состояния намо-абхаз. И говорится, как правило, нама абхаз — это нейтральное воспевание, лишенное каких-то других желаний. То есть вот человек входит в тень святого имени, нейтральное воспевание. То есть перед ним что-то такое проявляется, он начинает благоговеть, благоговеть начинает. Само святое имя начинает привлекать живое существо, привлекать. Еще вкуса, может, нет, оно очень привлекает. Оно становится очень важной частью. Человек не может лечь спать, если у него джапа не прочитана или что-то. Он даже не может прожить, чтобы не слушать об имени, форме, играх и качествах. Потому что обо всем остальном говорить — это просто пустая трата времени. Но поскольку люди, которые рядом с ним, они не интересуются так сильно Кришной, он говорит с ними о Кришне ровно столько, сколько им может быть принято в данном их положении, в соответствии с временем, местом и что? Обстоятельствам. Но у него всегда есть потребность говорить на самом деле только о чем? О духовной жизни, о Кришне, то есть о имени, форме, качествах, атрибутах, окружении и действиях Господа. Даже когда он рассказывает вам о законе кармы, поскольку закон кармы создан кем? Кришной. И все, говорится, творение, все, что создается Кришной, неотлично от Него самого. Таково удивительное, уникальное положение Бога, что все, что Он создает, оно совершенно. Единственное, в чем проблема, вы можете совершенные вещи воспринимать несовершенным сознанием. И тогда в этом объекте, созданном Кришной, вы не видите, что совершенство, а видите, наоборот, недостатки. Недостатки. Как люди, карма, они говорят, карма, и сразу слово карма ассоцииция с каким-то плохим, да? Заметили? Карма. Да, какая-то несправедливость. Видите, это называется, что человек соприкасается с продуктом деятельности Кришны, но он что? Видит в нем только отрицательные численности. Никто же, когда все ему приваливает, не говорит карма, да? Он говорит, это я, это я вот старался, работал, и мне, так сказать, за тяжелый труд, за то, что я такой хороший. Никто не скажет, что я такой идиот, но карма пришла, вот и я теперь хорошо живу. Никто так не говорит. Каждый себе приписывает. Но когда приходят какие-то проблемы, страдания, испытания, человек кому это приписывает? К карме. Или еще кому? Тот, кто ее создал. Он говорит, вот Бог все отобрал, елки, в прошлом году все дал, а в этом году все отобрал. Нет, я в прошлом году все заработал, а он в этом году все отобрал. Вот так они говорят. Так это очень важная часть. Это очень важно, о чем мы говорим. Потому что многие спрашивают, почему вот мне пять лет повторяют джапу и не прогрессируют. И тогда кто-нибудь, какой-нибудь умник говорит, гуру поменять. Да, это, наверное, гуру у тебя не квалифицировано. Сейчас очень модно, еще до Иркутска не докатилась. Вы еще знаете, как матах проповедуют. Гаудия матах проповедует. Они приходят, искон привлекает преданных, начинает их обучать. И естественно возникают проблемы. Естественно, в любой среде, куда бы вы ни пришли, всегда будут проблемы. Поэтому Кришна говорит, любое усилие в этом мире сопровождается чем? Недостатками. Недостатками. Это естественно. Будут какие-то ошибки, будут какие-то неточности, недостатки. Почему? Потому что мы еще обусловлены. У нас четыре признака обусловленной деятельности будут существовать всегда. Пока мы не полно не освободимся из-под влияния гун материальной природы. Пока ниргунами не станем. Ниргун, значит, вышли из-под влияния гун материальной природы. Будут у нас четыре недостатка. Какие? Иллюзии будет немножко. У кого-то целый рюкзак за спиной будет иллюзия, а у кого-то маленький такой, как это называется, радикюль или какой-то. Ходят-то мужики сейчас все время, да они с косметичкой, барсетка. У кого-то барсетка иллюзии, да. И что, он обижается все время. Тот-то с рюкзаком все время обижается. Что у меня целый рюкзак, а у него барсетка? Ну выгребай оттуда с рюкзака, и у тебя будет маленький рюкзачок пустой. Вот так вот скомка, и будь барсетка. Приши ручку, и будь барсетка. Потому что там уже мало иллюзий. У кого-то вообще там в кармане немножко иллюзия лежит. Кто-то даже что-то по своей иллюзии он и ищет. Где-то иллюзия была, точно помню. Вот она. И такая маленькая. Не такая вот, а такая. В смысле вот такая? Маленькая иллюзия. У кого-то очень много иллюзий. Он прямо там вагон и маленькая тележка у него. И он прет эту иллюзию. В соответствии с иллюзией, говорится, чувство несовершенное. Чем человек больше в иллюзии, тем чувство его несовершенное. Чувство несовершенное. Если ваше чувство несовершенное, как вы можете что-то видеть, ощущать, понимать? Потому что понимание, так сказать, умеетно начинается. Функция разума. Говорится, тонкая производная ума – это разум. Тонкая производная ума – разум. Поэтому, когда мы говорим «вегиана майя коша», это означает «тонкие ткани головного мозга» – это что? Разум, конечно. А здесь думают, какие тонкие ткани? Это, наверное, ткани такие тонкие. Бывают толстые ткани. А там такие тонкие ткани. Нет. Вы не видите этого? Это еще тоньше, чем ум. Это еще более тонкая субстанция ума называется. Вегиана майя коша. Вегиана. Вегиана, то есть ближе. Разум, говорится, всех ближе к душе. Его не пускает к душе разума. Что? Правильно. Аганкара. Ложное эго не пускает к душе. И до тех пор, пока человек разуму не посетил, я не должен руководствоваться ложным эго. Видишь ли, там что-то сказали про меня публично или что-то. Правильно сделали. Вот что вы такое не руководствовались. Правильно сделали. Мало еще дали. Мало всыпали. Тебя бил отец в детстве? Бил. Мало. Все. И вы принимаете. Правда мало. Кантемалон поэтому называется. Человек понимает, он значит ложный эго. Значит, он очень прогрессирует хорошо. Вы его оскорбляете. Кажется. Говорится, глупец. Он воспринимает какие-то хорошие вещи. Когда вы ему говорите правильно, он воспринимает это как? Как оскорбление. Он думает, что вы его обижаете, оскорбляете. Не можете понять его. Представляете, вот маленький ребенок, он что-то наделал, да? И как бы он говорит, а что такое? А что она все время это есть? Он себе не приписывал. Вот у меня сын был маленький. Он все время говорил, я говорю, ну что это такое? И он говорит, ну что она все время какает и какает? Да, он на нее сваливал. На попочку сваливал. Он говорит, что она все время какает и какает? Я уже не могу вообще. Он ее критиковал? Да, серьезно критиковал. Так и живое что, когда оно в невежестве, оно начинает, так сказать, говорить. Ну как вы не поймете, это же вот, ну мы же вот для этой цели. Вы говорите им четко науку. Они говорят, ну что, ну как вы не поймете, ну пусть побудет еще маленько. Это дважды 2,7. Ну можно? Мы еще не на таком уровне, чтобы дважды 2,4. Мы еще на уровне дважды 2,77. Но это не научно. Не научно. Как бы вы ни объясняли, как бы не войти в ваше положение. Четыре. И поэтому человек, он может обижаться очень сильно. Почему разум? Разум ложный эго не может. Разум принимает за авторитетность что? Проблемы ума и чувств. Ума и чувств. И ум и чувство всегда имеют функцию, которая называется как? Очень важная функция. Оборона. Оборона. Поэтому говорится, что по обороне, как вы говорите человеку истину, и как он обороняется, то есть как он пытается показать, что вы не правы, что вы не просто не понимаете и не вошли в его положение, вы можете судить, насколько он осквернен. Что такое смирение? Вы смиренно принимаете. Вы отбрасываете что? Оборону. Вы прекращаете обороняться. Прекращаете обороняться. И Шила Пурпада говорил, что секс и оборону я победил в молодости, а еду и сон в старости. И Шила Пурпада перестал вообще есть только Чиринамриту, питался Чиринамриту или Сцимитулусе. И он вообще не спал. Ни секунды. И Прурпада сказал ученикам, оборону и секс я победил в молодости. Таким образом, секс побеждается не когда вы становитесь импотентом. Это не реализация. А когда вы исполнены силы и просто действуете в соответствии с религиозными принципами. Значит, есть определен. Он говорил, победил. Что значит победил? Не считал секс что? Конечно, важной, самой важной частью деятельности и самым высшим чувственным наслаждением. Нет, он не считал это уже. Не считал это. И оборону. Он понимал, что это оборона. Что я обороняю? Еду, сон и секс. То, что в общем-то недостойно обороны на самом деле. Еда, секс и сон. Я обороняю все, что связано с моим сексом. Детей там всех, всех. И в первую очередь обороняю свои сексуальные проблемы. Свои желания. Свои желания. Материальные желания. Чувственные наслаждения. Поэтому, говорится, очень легко увидеть, насколько прогрессирует человек. Или упасака называется. Упасака. Насколько упасак продвигается. Это ученик. Насколько он. Гопи кто они? Саки, да? Есть упасаки. Упасаки. Это ученики гопи. Понимаете? То есть мы как бы у гопи учимся. У Каурупы госвами. У Санатаны госвами. У Шрилы Бхактисан Сарасвати госвами. Потому что вам, Шидаса Бабаджи, когда видел Бхактисан Сарасвати, что он кричал? Он ни с кем не разговаривал никогда. Вам, Шидаса Бабаджи, никогда ни с кем не говорил. У него было божество. Говинды. И он говорил. Люди подходили и говорили. Дорогой Садху, расскажите нам что-нибудь о Кришне. Он так сидел, смотрел на божество. Вот еще одни, смотри, Говинда, пришли два осла, спрашивают, чтобы я про тебя рассказал. Что я могу про тебя рассказать? Они такие идиоты. И он говорил, божество это. Они спрашивают. А почему вас называете идиотами? Почему вы нас называете идиотами? Он говорил. Что ты говоришь, Говинда? Все, они недовольны, что их идиотами называют. А ты бы казах назвал. Маха идиоты. О, Маха идиоты. Так вообще здорово. Он так разговаривал с людьми, общался. Никогда он не общался с людьми напрямую. Он только разговаривал с божеством. Что? Никогда не смотрел на людей, никогда не отвечал четко как бы на их вопросы. Он все это с божеством все время обсуждал. Но как только Шрилы Бак-Сан-Сарасвати шел с учениками, он учеников вообще не видел. Это какие-то свиньи и человек какой-то живой, что идет. И как только он видел Бак-Сан-Сарасвати, он сразу от божества отрывался, смотрел на него и говорит. О, Гопи, о, Манджари, а где Радха? Почему ты одна идешь? Куда ты идешь? И Шрилы Бак-Сан-Сарасвати говорил. Да я вот тут, мне надо кое-что сделать. Меня Радха послала. А, куда она тебя осталась? Как ты смогла ее оставить? А, девочка, девочка. Он говорил. Как ты смогла? И Бак-Сан-Сарасвати говорил. Ну-ка, идите отсюда. Ученики там. Они не понимали. Ничего себе нашего гуру девочкой называют. Что такое? Говорится, вам Шидаса Бабаджи был частичным проявлением Нараяны. И он смотрел духовно. Он видел духовные сварупы. И те, которые развернуты были сварупы, то есть живые существа, которые на самом деле пришли исполнять волю Кришны, нитя-ситхи, они сварупу сохраняли. То есть это как бы материальное тело. А он не видел материальное тело. Он видел сварупу тех этих нитя-ситхи. И он видел Шрилы Бак-Сан-Сарасвати в теле Гопи, девочки, Манджари. И он говорит, о, девочка, девочка, как же ты смогла уйти от Радхи? И Бак-Сан-Сарасвати говорит, да меня она попросила кое-что сделать. О, Гопи Манджари, о, моя Манджари. И он начинал так говорить. Больше он ни с кем не общался. Сразу видел, кто человек. Удивительно. Итак, еще одна мысль в этом стихе очень важная. Без духовного учителя, подобному Господу Кришне, человек не в состоянии справиться ни с одной своей проблемой. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавит нас от проблем. Помочь в этом может только духовный учитель. Это является отличительной чертой знания. Знания. Как узнать, что человек пребывает в знании? Он уверен и знает, точно знает, что только духовный учитель может рассеять все эти проблемы. То есть лишить вот этого пхаям, щокам, варджитаха. Всей этой скорби и каких-то страхов. Только он может рассеять. Почему? Потому что духовный учитель должен быть, истинный духовный учитель должен быть представителем и хранить в себе сразу три субстанции. Он не должен говорить того, что не подтверждается чем? Шастрами и садху. И не должен делать то, что считается неправильным или неправильным с позиций шастр, гуру и садху. Поэтому иногда духовный учитель может олицетворять в себе эти три аспекта, но иногда нет. Иногда нет. Иногда нет. Поэтому Шрила Прабхупада здесь описывает, что нужно предаться именно такому духовному учителю, который говорит только в соответствии с шастрами, своим духовным учителем, и его духовный учитель, то, что делал выводы, какие духовные, подтверждаются предыдущими очариями. В этом нет разногласия. То есть выводы ситханта называются, выводы все одинаковые. Это очень важный момент. Итак, говорится, что будь человек знатоком ведических писаний и обрядов, випрой, монахом, отрекшимся от мира, саньяси, или же простолюдином, овладев сознанием Кришны или наукой сознания Кришны, он становится достойным совершенства и является истинным духовным учителем. И наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. Ученый Браман, сведущий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться гуру, если не является вайшнавом, то есть не владеет наукой о Кришне. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем. Тоже очень важный момент. И в связи с этим есть такая очень интересная история, очень интересная история, когда человек не совсем, как бы, понимает правильно положение гуру, положение духовного учителя и совершает какие-то неточности, оскорбления по отношению к духовному учителю. Как он может решать эти проблемы. Человек невнимательный может быть по отношению к духовному учителю. Есть история. Вы все слышали Джапушеву Пропаду на записи? Вы слышали, Пропадам по-английски говорит, «Сядь Баули, садись правильно, сиди правильно». И очень много кривотолков появилось в ИСКОН, когда все стали говорить, что это он говорит, что надо прямо спину держать и правильно вот так сидеть. Кто слышал такое объяснение? Так вот это чушь полная. Это полная чушь. Шил Пропада говорит, «Сядь правильно, потому что человек вытянул ноги в его сторону. Ученик вытянул ноги». Говорится, вытягивать ноги в сторону духовного учителя это гуру, авадья, да, гуру аппаратхи, это оскорбление духовного учителя. И Шил Пропада сказал ему, «Сядь правильно». После того, как джапа была за защит, а все начали выдумывать. Просто он говорил, что в гуне благости, это вот так сидит. Я говорю, «Рыкышно, рыкышно». Что вот так руки держать. Рыкышно, рыкышно, рыкышно. Глаза тоже полоскрыты и сконцентрированы на кончике носа. Рыкышно, рыкышно. Позаночник. Будто вас тянут за шипку. Вот это правильное сидение. Еще нога здесь должна быть. Поза лотоса. Я могу, правда, и туда, в этом ходе запутаюсь. Я-то умею сидеть позже лотоса. На буддизме заставляем. Как там? На кончике носа. Язык к верхнему небу должен быть. Кончик мой. И вы должны там Он катать. Потом его туда уронить. В кундалини. В нижнюю чаклу. И попер. Поднимать. Но это очень сложно, на самом деле. Вы не можете найти. У вас только в башке всякая ерунда. Кинушки какие-то, мурашка. Ну-ка попробуйте поднимить сейчас. Что-нибудь там. Как правило, что-то другое начинается. Да, многие потом люди обращаются, говорят, что такое, когда читают джапу, сексуальные проблемы охватываются страшной силой. Я говорю, это жизненный воздух поднимается. Просто он уходит не в ту сторону, не в тот орган. Как вот говорят, не в то горло пошла. Так что не в тот канал пошло, не в тот канал. В этом называют мочеполовой канал. В мочеполовой канал ушла энергия. И Шивруппада, он именно по поводу этого говорит, что сядь правильно, значит, не вытягивай ноги в сторону гуру. Это оскорбление. После этого он также рассказывал эти истории, связанные, как господь Читания в медитации отправился к холму Гавардхана. Кстати, послезавтра будет Гавардхана Пуджа. Это очень-очень-очень значительный праздник вайшнауф. И существует, если вы помните, несколько категорий браманов. Первые браманы называются, как? Кто сказал? Поднимите руку. Приз. В студию. Смарты. Смарты. Что такое смарты? А? Смарты. Ритуалисты. 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 Сказали в пятницу на Махата, значит в пятницу. И не важно, хоть что там. Ритуалисты. То есть кто не осознает, для чего, как, что. Даже не осознают они. Или осознают, но абсолютно неправильно. Ритуалисты. Следующие кто помнит какие? Випры. Что это означает? Нет, это не знатоки. Это знатоки писаний о жертвоприношениях. И совершающие жертвоприношения. Это випры. О жертвоприношениях. Следующие кто? Пандиты. Вот это они-то как раз кто? Знатоки ведических писаний. Знатоки ведических писаний. Следующие? Браманы. Кто такие? Поклоняющиеся Вишне. И самый высокий уровень кто? Вайшнавы. Чем они отличаются от всех перечисленных? Совершающие чистое, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришна. Это Вайшнавы. Или Шри Вишну. Поклоняться Вишну и совершать преданное служение Вишну это разные вещи. Это разные вещи. И поэтому говорится, что гуру должен быть не браманом, а кем обязательно должен быть кем? Вайшнавом. Самая высшая брахманическая квалификация это Вайшнава. И уже Вайшнава не называют браманом, кшатрием, вайшнавом. Вот у нас там один... Вот этот Вайшнав Вайши, а этот Вайшнав Шудра. Нет. Просто говорят, это Вайшнав уже. Значит, у него есть преданность. Он с преданностью может совершать. Не просто поклоняется Вишну. Он поклоняется ему как? С преданностью. И там есть зачатки чего? Бхакти, любви. Любви. Итак, господь Чайтаня, он впал в транс. И в этом трансе господь Чайтаня жил в Джиганадхапури, и он всегда хотел посетить что? Вриндаван. Джиганадхапури. В чем слава Джиганадхапури? Его называют Деша Аватара Кшетра, или Пурушоттамакшетра. Пурушоттамакшетра. Что это означает? Там проходят все игры Кришны. Все игры Кришны. И там, говорится, в Пурушоттамакшетре, то есть в Джиганадхапури, стоит самое главное божество. Самое главное божество. Это Джиганадха. Джиганадха с вами. Джиганадха с вами. Рядом с ним кто? Субадра. А рядом с Субадрой кто? Паларам. Паларам. И есть две истории. Первая история, это когда Субадра рассказывает царицам Двараки в Двараке. Когда они приехали в Двараку, то царицы Двараки пришли к Субадре и сказали, «Дорогая Субадра, ты не могла бы нам рассказать что-нибудь о Господе? Что вам делал за это время, пока вас не было?» На Куркшетре был Господь. Дваракадиши его тогда звали. Дваракадиши был на Куркшетре. Кришна – Дваракадиши. И он был на Куркшетре. И они, когда вернулись с Куркшетры, они стали спрашивать Субадру. «Субадр, ну расскажи что-нибудь про Кришну. Пожалуйста, расскажи нам, вот как все развивалось, как там?» И Субадра сказал, «Ну только давайте без свидетелей». «Без свидетелей». И они собрались в одной комнате, все царицы. Кто помнит, сколько их было? Сколько? Ну, в общем, ладно. Собрались царицы. Узнаете, еще раз. Собрались царицы и стали слушать. И Субадра стал рассказывать. Стал рассказывать. А, прошу прощения. Вот память Кальюйна. Бабушку Пурнамасе они попросили. «Расскажи нам что-нибудь о Кришне». И они Субадре сказали. «А ты постой на шухере». Потому что Кришна очень не любил, когда бабушка… Вот бывает, что дети, они не очень любят, когда бабушки и родители рассказывают что-то кому-то постороннее. «Ой, она у нас там обкакалась так, вот она вот так вот делала». И дети, ну что, хватит, что ты там все рассказываешь? А родители, они очень любят. Это как бы лилы же для них. Лилы детей их. И они все, вот, это вот он на горшке, это вот он первый раз штаны снял, показывает всем. Это вот он такой, вот, видите, тут. И дети не всегда любят, они нервничают. «Ну что, зачем вы рассказываете там? Зачем?» Да? Вы знаете об этом, да? Так что завтра принесите все фотографии в храм. Мы там устроим стенд такой. Где вы на горшке, где вы там что-то там еще. Где у вас… Вы очень нефотогеничный, допустим, где вы. И поэтому, как бы, и бабушка сказала, «Стой там, чтобы никто больше не слышал. А то я могу получить, мне попасть может». И бабушка Пурнамаси начала рассказывать об играх Кришны. О его детских играх также, когда он… Говорит, что Суббадра, она слушая, это там, такая маленькая щель была, и она стояла, она стояла по сторонам, смотрела, но игры Господа она слышать стала, и ее привлекло это. И она стала слушать, и погрузилась в транс. И в ней начала проявляться махбхава. Махбхава. То есть вот это аштасатвика векара. Изменение тела, признаки тела. Как у Господа Читани, говорится, у него тело вытягивалось на 5 метров. На 5 метров. Он мог вытянуться на 5 метров. И все суставы вращались. То есть можно было руку туда так загнуть, так. То есть суставы все… Как гуттаперчивость такая проявлялась. Я ясно выражаюсь? Выражевываюсь. Нормально? Ну, хорошо. Гуттаперчивость, значит, пластичность такая. То есть все разно. Как наша шарнирность такая. Гибкость. И вот у Субадры того, что она слушала об играх Кришны от бабушки Пурнамаси. А бабушка Пурнамаси кто она? Йога Майя. Йога Майя. И она попала под влияние бабушки Пурнамаси. Под влияние Йога Майи. И у ней начали проявляться эти все симптомы. Тело начало изменяться. И вы видели в Джаганат? Такая баклушка с такими же арами. Это Субадра. Ее тело изменилось. Она стала похожа на баклушку. То есть талия. Все. Девяносто, девяносто, девяносто все. Девяносто. Тело трансформировалось. Глаза вышли из орбиты. Вот такие огромные стали. Да. Это на самом деле. Все сплющилось. То есть она абсолютно стала гладкая. Она приобрела аэродинамическую форму полностью. Гладкая стала. Я не шучу. Вполне серьезная. Полная аэродинамическая форма. Вообще гладкая. Никаких губы не выпячиваются. Все гладко. И такие. И она в таком состоянии стояла. И по коридору шел Баларам. И он увидел свою. И когда он увидел, он говорит, это кто? А она там. Все. А она уже ничего не слышит, не видит ничего. Все. Она в трансе. И он так тоже подошел и стал слушать. И она возле этой двери. Такая. Баклушечка. И он подошел и стал тоже слушать. И тоже попал сразу под влияние бабушки Пурномаси. И в нем так же начали проявляться. И брум. Глаза сразу. Уж тоже. Девяносто на девяносто. Это, кстати, все. И он так. И руки у него так вот. По-моему, он и так держит. Все. С плугом он со своим. И такая вибрация шла. Брум. От них. И тут Кришна. И Кришна их увидел и сразу в это же состояние впал. И когда особенно он, говорится, к ним подошел, и стас спрашивает, что с вами, что с вами. А они так на него повернули. И когда его увидели, там еще о нем рассказывают, они о нем думают. И Кришна, увидев это, сам впал в экстаз. Сам впал в экстаз. Говорится, йога-майя стала также на него влиять. И Кришна такую форму приобрел. Это одна история. Но есть очень секретная история. Это одно из правильных. И там Нарада. Как всегда, Нарада летел. Нарада, как всегда, летел. Там Москва, Сахалин или куда. Бомбей, там Хастинапура. Куда-то он летел. И он сверху раз увидел. Там такое дело творится. И Нарада, так сказать, пошел на посадку. Пристегнулся. Перестал кузить. No smoking fast and set bells. И он приземляться начал. Что он увидел? Он увидел ближе, ближе, ближе. И после того, когда этот транс... А, бабушка Пурнамаси, там, прошу прощения. Там бабушка Пурнамаси. Она вышла и видит, такие три баклушки стоят. Она поняла, это Кришна, Субадра и Баларама. Они стоят такие в трансе. И она сразу закричала. Давайте быстрее просите, что хотите. И гопи... А, гопи так немножко испугали. Ой, гопи эти, царицы Двараки, они немножко испугались. И они говорят, а что просить? Сейчас они в таком состоянии транса могут исполнить любое ваше желание. Простить вам любые оскорбления. Все они исполняют. То есть в этом состоянии Джаганадха не говорит никогда, что... Нет. Никогда. И Джаганадха всегда исполняет желание. Вот почему поклоняются Джаганадхам. Джаганадхам никогда, если человек очень сильно его просит, прямо искренне, понимая его положение, Джаганадха никогда не отказывает, чтобы исполнилось желание этого человека. И вот почему все хотят поклоняться кому? Джаганадхам. Но люди, сердце людей, что, исполнено из чего? Материальных желаний. И они просто начинают Джаганадхам поклоняться, чтобы исполнить свои материальные желания. И Господь Чайтанья разбил это. Эту, как бы, философию, эти мотивы людей. И он тоже стал поклоняться Джаганадхам. Но он отстранил кого? Субхадру и Балараму. И из-за Гаруда Стамбы, этот столб Гаруды, он смотрел, специально вставал так, чтобы столб закрывал Субхадру и столб закрывал Балараму. Они мешались. Что же было? Истинное проявление Джаганадхи в такой форме было проявлено, когда Радхарани с Гопи пришла на Курукшетру, чтобы увидеться с Кришной. И когда она первый раз после долгой разлуки, випраламба сева, достигла кульминации, что Радха, она хотела покинуть тело и не могла просто этого сделать. И она после длительной разлуки, Кришна стал взрослым, женатым человеком, у него была куча детей, внуки, говорится. Лично на Курукшетре было уже 125 лет. Но он был молод, естественно, юн, выглядел как 16-летний юнец. И Радха была просто прелестна, прекрасна она была. И она пришла с Гопи, и Кришна на колеснице выехал. И он увидел Радху. И сердце Кришны замерло, потому что Кришна каждую ночь соскакивал, подпрыгивал и кричал Радха. Все те годы долгие, которые он прожил в Двараке, он только и звал Радху. Радху, Лалиту, Вишаке, он звал их всех. И Кришна, когда увидел Радху, свою самую любимую Гопи, сердце, говорится Кришне, всегда принадлежит Радхе. И когда он увидел Радху, то они стали смотреть друг на друга, глаза в глаза. Глаза в глаза. Да, и Кришна, такие глаза, и Кришна приобрел такую форму, Джаганадхи. Он также проявил эту Аштабхаву, Махабхаву, и форма его изменилась, и такие глаза у него были. И Радхарани видела именно таким Кришном, как он изменил свою форму. Просто из-за долгой разлуки, из-за сильного стремления увидеть Радхарани. И в этом проявилась любовь, випраламба-сева. Это кульминация випраламбы-сева, форма Джаганадхи, это кульминация випраламба-сева. Самой высшей формы любви к Радхарани. Это любовь Кришны к Радхарани, к Шримати Радхарани. И Господь Чайтанья поэтому поселился в Джаганадхапуре и все время ходил, поскольку он был в ум и настроении кого? Шримати Радхарани. И он смотрел, он вспоминал, это настроение воспоминаний. Любовь Кришны к Радхарани. Любовь Кришны к Радхарани. И поэтому, говорится, все вайшнавы ищут милость Радхи, что она так любима Кришне, что Кришна никогда ей не говорит так же, что нет. Он никогда на самом деле не говорит Радхе, нет. Все это в каждом нет Кришны, только что, да. Кришна говорит, я тебе этого не сделаю, и тут же бежит это, что делать. Поэтому, говорится, Кришна никогда не говорит о Радхарани, нет. Потому что он именно тут же сказал, никогда я для тебя этого не сделаю, и бежит это делать. Или это уже сделано. Она возвращается, и там все это. И она говорит, как же он, он же сказал, что не будет этого делать. И Кришна довольна. Он говорит, молодец, молодец. И Радха довольна очень. Итак, Господь Чайтанин впал в этот транс. То есть он стал, поэтому Джаганадхапури это место, где кульминация випроламхи, то есть разлука с Вриндаваном. И говорится, жить во Вриндаване считается менее квалифицированным, чем что? Думать о Вриндаване и испытывать разлуку с Вриндаваном. Разлука с Вриндаваном выше, чем проживание в самом Вриндаване. Так объясняется в шастрах. И поэтому Господь Чайтанин жил где? В Джаганадхапури. И видел эту кульминацию, кульминацию разлуки Кришна со Шримати Радхарани. Випролампа Сева. Это он смотрит так на Шримати Радхарани. А не на бабушку Бурнамаси там или на кого-то еще. Это разлука. После долгой-долгой разлуки они встретились и смотрели глаза в глаза. Как раз эту историю рассказывал Горго Винда Махарадж. И рассказывая эту историю, он повторил глаза в глаза. И стал задыхаться и плакать. Он стал плакать и еще раз сквозь горло он говорил, глаза в глаза. И он плакать начинал. Он плакал, плакал, плакал и закрыл глаза. И сказал, простите меня, пожалуйста. Глаза в глаза. И покинул тело. В день явления Шрилы Бхакти Сиданта Сарасвати на святой земле Маипура. Один из гуру искон. Когда это было? В позапрошлом году. По-моему, в позапрошлом году. Рассказывает. Это просто классическое возвращение на Голоку Виндауна. В соответствии с шастрами это классический уход на Голоку Виндауна. Не на Вайкунку. На Голоку Виндауна. Очень удивительно. Разлука с Виндауном. Виброламба называется. Итак, Господь Шрилы Таня впал в транс. И он в этом трансе отправился к холму Гавардхана. К холму Гавардхана. И очень удивительно. И вдруг Господь Шрилы Таня услышал, когда он находился в трансе, как кто-то сказал, «Аристограмм». Аристограмм. Потом повторил. «Аристограмм». И сказал, «Шьяма кунт, рада кунт». И Господь Шрилы Таня вышел из транса. И он сказал, что вы сказали? «Аристограмм, шьяма кунт, рада кунт». И Господь Шрилы Таня, услышав это, «Аристограмм» впал в новый транс. Что же в этом трансе развиваться начало? Удивительно. «Аристограмм». И начинается история, которую рассказывает Шрилы Прабхата. «Аристограмм» — это место, место, на котором расположены что? «Рада кунта, шьяма кунта». «Аристограмм» — это место холма Гавардхана. Холма Гавардхана. Его еще называют «Аристограмм». И начинается история, что в прошлом, в прошлом это место до названия «Аристограмм» называлось «Аришта». Просто, не «Грамм», а «Аришта». По имени великого демона «Аришта Суры». Как-то Кришна решил пойти и танцевать танец расы с гопи. Где? На холме Гавардхана. Он как-то подправился на холм Гавардхана. Это павлин. Говорится, холм Гавардхана сверху, он напоминает павлина. Голова, клюв, туловище с сложенными крыльями и хвост павлина. Если вы смотрите на Гавардхан сверху, он так похож на павлина. И он пошел танцевать, танец расы. И он зашел. И тут в этот момент прибежали жители Вриндауны и стали кричать, «Там демон, демон напал, напал демон». И Кришна сказал, «Он наверняка ищет Меня». И когда Аришта Асура ворвался во Вриндаву, он говорит, что у всех жен браманов выкидыш произошел. Все, кто были беременны, у них произошел выкидыш. И тогда Кришна стал ждать этого Аришта Асура. И Аришта Асура прибежал туда, где был Кришна. Все дрожало, тряслось. Огромный бык. Это был огромный бык. И он бросился на Кришну. И говорится, «Быка надо усмирять, хватая его за что? За рога». Говорится, Кришна схватил этого Аришта Асуру за рога, раскрутил и выкинул за территорию Вриндауны. Как пушинку, говорится. И Аришта Асура улетел. Упал там и долго лежал в нокауте. Потом, когда он немножко оклемался, он опять прибежал и стал напротив Кришны. Так, набычился. Почему говорят «набычился»? Это значит вот так. Так, набычился. Все, никаких компромиссов. Аришта Асура набычился. И Кришна сказал, «Ах, ты негодяй, ты напугал всех жителей Враджи, а для меня нет дороже никого, чем Враджабаси. И теперь я убью тебя. Это твой последний день». И Аришта Асура бросился на Кришну. И Кришна схватил его за рог и начал раскручивать. И ударил его со всей земли. Раскрутил и ударил его об землю. Потом сломал ему рог. И этим рогом стал его бить в тело. И, говорится, из этого Аришта Асуры потекла кровь, гной, моча и испорожнение. Все это из него начало вытекать. И Аришта Асура покинул тело и отправился в ад. И отправился в ад. Не отправился куда-то на Вайкунху, отправился в ад на адские планеты. И гопи, которые пришли, они договорились с Кришной, гопи пришли туда. И когда началась такая битва, гопи спрятались в кустах и сидели, дрожали от страха. За кого они боялись? За Кришну. Они не боялись за себя, они думали, что... И с другой стороны, когда Кришна убил Аришта Асура, одна из гопи сказала, вот так вот, он нарушил религиозный принцип, он убил быка, олицетворение религии. И Кришна, когда сражался с Аришта Асурой, говорится, Кришна сильный, он смог его выкинуть. Но еще говорится, что Кришна ловкий, он одновременно может делать много дел совершенным и удовлетворять этим всех окружающих. И когда Кришна сражался с Аришта Асурой, он все время следил за своей одеждой, чтобы выглядеть очень красивым. Каждый раз после каждого удара и броска он все, поправлял одежду. И так делал. И говорится, когда он крутил Аришта Асуру, он строил глазки в этот момент гопи. Он строил глазки гопи в этот момент еще. Он одновременно умудрялся все подряд делать. Одной руке он крутил быка, другу строил глазки гопи и поправлял одежду. Перот он поправлял и крутил его. И Кришна так себя вел, очень интересно. И говорится, что гопи, они вышли, и Шримати Радхарани, она стала думать, ну как же, а гопи такие простые, они тоже как бы такие немножко неофитки. Да, они как неофитки себя ведут. Они стали думать, быка убил Кришну, как же с ним теперь плясать, к ним теперь подходить даже нельзя. Какой танцевать? На него смотреть, это уже значит оскверниться. И Радха вышла вперед и сказала, мы не будем с тобой танцевать сегодня. Кришна сказал, а что такое, что случилось-то? Ничего себе, что случилось? Ты же быка убил. Священное животное, тхарму, сам же там где-то все кричал, бык, корова, тхарма, веды. И Кришна так раз, и что, проблемы какие-то? Они сказали, конечно, как мы, ты должен очиститься, ты должен совершить за убийство быка, живое существо может одну совершить вещь. Какую? Омыться во всех священных кунтхах вселенной. Они говорят, ну давай. Кришна сказал, ну если я сейчас начну по вселенной путешествовать, тут уже утро настанет, так сказать, все, мы даже не потанцуем. Он говорит, да ладно, что вы? Кто все равно, кто кроме нас-то видел? Сказал Кришна. Кришна тоже такой. Откуда у нас-то это? Что мы говорим? Да что, никто же все равно не видел. Потому что Кришна тоже там так себя ведет. Он сказал, да что кроме нас, мы никому не скажем, что я там быка завалил этого. Тем более, он такой был гадкий, так сказать. Они сказали, ну какая разница, он был бык. В любом случае, на лицетворение религии, ты что? Все, ты осквернен. Ты поднял руку на быка, первый. Так они сказали. Мы не будем с тобой общаться, и тем более танцевать. Давай, иди, мойся. Помойся хорошенько. Да, с мылом. И Кришна сказал, нет, я не буду так долго летать по вселенной. Я просто призову все священные кунды сюда. И Кришна подошел, это все на холме Гавархан происходит. Кришна подошел, и ногой ударил по земле. И образовалась огромная-огромная такая ямка. Ямочка. Да, углубление огромное. И Кришна сказал, ну-ка все кунды, немедленно ко мне. И все стали, такие, как бы, молнии такие. И такой шар. Опять. И так очень много всего. Все светится. И они говорят, а откуда мы знаем, что это кунды? Кто-то такой фокусник, факир тоже мне. Гопи они такие, вредные. И кто там все это говорит? Радха. Самое вредное это Радха. Да, она говорит, откуда мы знаем, что это кунды? И он сказал, ну-ка кунды, представьтесь-ка. И женщины стали появляться разные. И мужчины. Они говорят, я океан йогурта. Очень приятно. Я океан молока. Я сарасвати. Я ганга. Я гадавари. И так далее. И пошло представление всех-всех. И вот уже, знаете, как на приеме там, я там уже. Все, 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 хорошо, мы верим, это кунды, давайте, все, давайте, что священные реки, все, все. И что они сказали Кришной? Ну-ка все сюда, в эту ямочку. И все, и заполнили этот котлован. Все святые кунды и реки вселенной пришли и запомнили. И все ждали. И так все колыхалось. Почему они дышали? Неужели Кришна что? Войдет в них. Они могут обнять тело Господа. Они были так удачливы. Милостью чего? Чей? Гопи, гопи. Они кричали, иди мойся. И теперь они так любили гопи. Они говорили, правильно, гопи говорят, ему надо чаще мыться. Вообще не моются, вообще не моются, надо чаще мыться. Тогда мы можем обнимать тело Господа. Такая великая удача. И Кришна разделся и нырнул. Камчи, естественно. В кунду нырнул. И вышел. Обвал начался. Лавина сошла сразу. Это Кришна бухнулся. В кунду. И гопи они стояли. И Кришна вышел, говорит, ну все, теперь я-то очищен. А поскольку вы меня критиковали, теперь вы осквернены. Теперь я с вами танцевать не собираюсь. Теперь я чистый преданный, а вы осквернены. Вы меня вся гораздо оскорбляли. Поэтому вы теперь осквернены. И Радха стала говорить. Да это кто это осквернены? Да мы сейчас тоже так же сделаем. Скажет, что ты сделаешь? И она сняла золотой браслет и начала копать землю. Выкопали какую-то лунку. Да, они выкопали лунку. Там еще что-то копать начали. Она сказала, сейчас сотни миллионов гопи-саки будут сюда приносить с каждой, байкунхи будут приносить по горшку с водой. И Радха, она топнула ногой, захлопала ладоши и сказала, ну-ка в секунды так же сюда. Но ничего не происходило. Она еще громче крикнула, еще сильнее топала. Потом она уже топает, орет. Но никто не приходит. Потому что этого не хочет кто. Лишнее. И Радха, что она? Плакать начала. Начала плакать. Она села и горько заплакала. Когда Радха заплакала, что произошло? Гопи тоже. Как же это? Радха плачет. Гопи, знаете, женщины такие. Одна заплакала, одна вторая. Эти две плачут. А я что? Ты что, злудилась? Ничего не знаю. Все горько сразу. Все заплакали. Все хором заплакали. И слезы Радхи начали наполнять эту кунду. Слезы шли мать Радхарани. Поэтому, говорится, вода в Радха-кунде. И Шиям что сделал? Нырнул в это озеро. Искупался в нем. И гопи тоже туда зашли. Искупались. И Шияма Сундар сказал, я теперь буду только омываться в этом озере Радха-кунде. А Радха сказал, а я буду омываться в Шияма-кунде. Шиям это Кришна. И так было озеро Кришны. Называется Шияма-кунда. И второе озеро называется как? Рада-кунда. И тогда вдруг все поняли, что раз Кришна совершает омывение в Радха-кунде, значит Радха так для него дорога. И поэтому все вайшнавы знают, что Радха-кунда даже выше, чем Шияма-кунда. Потому что там присутствует любовь Радхи к Кришне и любовь Кришны к Радхи. И так Радха Кришна Гуна-гал. И так появились два глаза у этого павлина. Две кунды. Правый глаз это Шияма-кунда. А левый глаз Радха-кунда. Эти два святых места. И теперь все поклоняются. И Кришна сказал, все, кто поклоняются холму Гавардхана, они автоматически поклоняются кому? Радхи и Кришне. Поскольку сам Кришна стал присутствовать в Шияма-кунде и также он присутствует вместе с Радхой в Радха-кунде. Если в Шияма-кунде Кришна присутствует, то в Радха-кунде присутствует кто? Радха-Кришна. И поэтому говорится, что вайшнавы не могут получить никаким образом премы-бхакти только лишь через поклонение холму Гавардхана с принятием омовения и проведением пуджи Шияма-кунде и в первую очередь Радху-кунде. Радху-кунде. Поскольку Радху-кунда полностью состоит из жидкой премы. Говорится, слезы Шримати Радхарани это жидкая према. Еще какая према? Випра-лампа. Хри Кришна. Этот бык по утверждению вот этот Аришта-сура по утверждению шастер по утверждению шастер Гарга-пурана и Падма-пурана именно эти две шастера описывают положение разных асуров, кем они были в прошлой жизни, что им довелось встретиться непосредственно с Кришной и быть убитыми Кришной непосредственно, участвовать в каких-то лилах Кришны. И Гарга-пурана и Падма-пурана описывают разных асуров, кем они были. И в частности вот Аришта-сура он был браманов. Его звали Барнау Барнарау или Барнау Барнарау Барнарау по-моему его звали этого брамана. И говорится, что как раз он получил тело быка. Его духовным учителем был Брихаспати. Знаете Брихаспати? Это духовный учитель полубогов. И как-то раз на Яге этот Барнау он или Барнарау он вытянул ноги в сторону духовного учителя. И Брихаспати когда увидел он сказал сядь правильно. Он сказал а что такого? Он сказал сядь правильно. Тот сказал а что такого-то? Ахраш что это? Что? И он сказал ну ты бык. В следующей жизни быком будешь и поймешь почему ноги не надо вытягивать. И говорится что когда Кришна бил Аришта-суру когда он падал он все время на задницу падал и ноги вытягивал в сторону Кришны и Кришна опять его бил и вот он как раз этот вот Барнарау как-то его звали он родился быком которого звали Аришта-суру и он встретился с Кришной поскольку он был предным все-таки был браманом поклоняющийся он совершил эти аппаратки он стал этим быком и Гопи когда они говорили когда Кришна сказал но этот бык он демон они сказали ну и что? так сказали Гопи ну и что? он сказал ну тогда аргументы мне приведите как это ну и что? он же бык и он демон был они сказали ну и что? даже если кто-то имеет форму демона это не означает что он непреданный сказали Гопи Ты разве не знаешь историю? И они начали рассказывать Кришне в этот момент историю кого? В ритрасуры. И они сказали, когда-то был великий преданный Махараджа, как его звали, кто помнит, Читракету. Он был великим преданным, великой осознавшей себя душой, и твоим преданным. И по стечению обстоятельств, из-за недоразумения, он получил проклятие Дурги, когда улыбался, летя с Апсарами, на Вайкунтху уже отправлялся, летел с Апсарами по небу, и Апсары рассказывали ему очень много историй о твоих играх. И они стали рассказывать ему одну историю, и он стал смеяться, как здорово ты убил там какого-то демона и перехитрил некоторых мудрецов. И он стал смеяться в восторге. И в этот момент они летели над Кайласом. И в этот момент Дурга или Парватя сидела на коленях у Шивы и обнимала его. И ты в этот момент, вернее, в ритрасур летел, и он засмеялся. И Дурга подумала, что он смеется над Шивой, что у Шивы есть вожделение, что он посадил себе на колени жену. И Дурга сказал, будь ты проклят, я тебя проклинаю, ты будешь асуром. И Шива сказал, что ты делаешь, это же преданный. И он постарался защитить свою жену от реакции за такие оскорбления. И он сказал, я беру свои слова обратно. Но что, слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. И тогда Шива решил нейтрализовать. И он сказал, нет, он сохранит все свое сознание Кришны. И если он умрет в поединке с Индрой, то он сразу же отправится на Вайкунтхалоку. Это будет его последняя жизнь. И он будет при этом осознавать Кришну. И гопи сказали. И Индра за это убийство, он убил в ритрасуру. И в ритрасуру отправился на Вайкунтхи. И в ритрасуру, будучи демоном, помнил, что нужно сделать. Нужно поддаться Индре, чтобы Индра меня убил. И тогда я отправлюсь назад к Богу. К своему любимому Вишну, Кришне. И в ритрасуру, будучи демоном, помнил об этом. Он находился, и они сказали. И Индра за убийство в ритрасуру получил что? Реакции. И они сказали, очень тяжелые реакции. Таким образом, может быть, ты и убил быка, может быть, он и такой. Но ты получишь реакции. А поскольку мы были здесь, если с тобой сейчас плясать начнем, то все реакции пойдут так же и на нас. А мы с оскорбителями не разговариваем и не танцуем. Вот так. Перекришна. Может быть, есть какие-то вопросы у вас? Бык? Он в аду кое-что забыл. Серьезно, он забыл там. Поблагодарить всем. Марад же забыл поблагодарить всех, кто там жарил, парил. Он, говорится, пришел в ад, всех поблагодарил. Он сказал, все. Все сказали, шо, все. Освобождаешься. Они говорят, да, все. Все поблагодарили. Мы выдали вещи, его там, по описи. И он. Назад. Back to Godhead. Да, это привлечь. Потом, говорится, когда вы привлекли, надо разгромить. Потому что только привлеченного человека можно громить. Если вы очень сильно его привлекли, вы громить его должны чуть меньше, чем привлекли. Потому что если вы его еще сильнее разгромите, чем привлекли, он опять отвлечется. Потому что если вы 50 наговорили хороших вещей, то 40 гадостей можете наговорить. Ну, то есть вы как бы говорите, а это неправильно, это то, это все. И поскольку привлечение немножко перевешивает то, что вы наговорили, он еще так терпит. Ну, и что дальше он говорит? Потом говорится и так. Привлечь, разгромить, обучить. И самое сложное, что вдохновить, чтобы человек действовал в соответствии с этим. Это четыре задачи проповедника. И четыре тайных условия проповеди. Привлечь, разгромить. А когда человек не собрает, он громит. Потом он что делает? Что, обучает потом разгромленного? Потом пытается вдохновить. А потом говорит, ты что, это же так привлекательно. Человек так на него смотрит, как на психа. Ты что, это же такой экстаз сознания Кришны. Все, шиворот на выворот. Еще есть вопросы какие-нибудь? Мальчиков телят. И телят пастушков. Я шучу. Любовные отношения к друг другу, они меньше, чем любовные отношения к Кришне. Это и называется философия Чинтия Пхеда Пхеда Татва. Поэтому Баларама удивился. Потому что он увидел, что они друг друга любят, как Кришна. Он был удивлен. Но потом, говорится, он быстро разобрался. И он тоже их стал любить, как Кришна. Говорится, что когда эти телята вернулись к коровам, коровы ощутили совершенно другую, немыслимую любовь к ним. И матери, когда пастушки вернулись, они вдруг как-то ничего не могли понять. Ни коровы, ни мамы. Они не могли понять, что с ними происходит. Почему такая любовь, прямо та, которую они только Кришне испытывают. Они начали испытывать эту любовь к Кришне. Они тоже были удивлены, как Баларама. Они думают, что такое? Но, говорится, когда такая любовь наваливается на человека, он не думает, что такое, это же не по Писаниям, не по Тхарме. Он просто, любовь навалилась, он счастлив. Потому что любить кого-то, это большее счастье, чем даже быть любимым. Хотя это приносит, что? Определенные страдания. И вот это страдание, любить кого-то, оно также является счастьем. Но там это приносит, это любовь. А там страдание приносит что? Наслаждение, счастье. А здесь страдание приносит страдание, разочарование. Даже гневаться начинает человек. Еще есть у вас вопросы какие-нибудь? Да, конечно. Одна из частей головного мозга. Если молоко-то пьем, оно никак не будет влиять. Если вы считаете, что еще кончен ума. Как это молоко, которое подается в магазин, в молоке всегда есть, присутствует вот это шакти, сатва-шакти. Шуда-сатва-шакти говорится. Молоко называют, на санскрите, оно называется дудудху или дудудхи. И еще его называют иногда кшира. Два названия молока. Кшира и дудудхи. Дудудхи – это молоко. Именно молоко коровы. И в молоке коровы, даже в нашем молоке, который в магазинах продается, присутствует вот эта энергия. Поэтому, говорится, грубая природа молока достаточно тяжелая, но она тяжелая только для того, чтобы позволить высвободиться вот этой тонкой энергии. И именно в корове молоке самая высшая тонкая энергия присутствует вот эта вот, которая развивает тонкие ткани головного мозга. Тонкие ткани – это значит, как вот тонкое тело есть. Сукшма-шарира. Это не значит, что это такая же ткань. Тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Так ведь, да? Это тонкое тело. Также есть тонкие ткани головного мозга. Имеется в виду то, чего мы не воспринимаем через микроскоп или через что-то. И вот молоко, даже сухое молоко, оно имеет в эту природу. Но, конечно, поменьше. Все-таки коровье молоко натуральное, оно больше имеет в этой природе. Но в любом случае, если этот продукт получен в результате переработок коровьего молока, он также будет все равно до конца, до самого, будет нести, ну, может быть, как бы меньше, ну, как лампочка. 100 ватт, да? Там 60 ватт и 40 ватт. В любом случае. Также это молоко. От коровы, представим, 100 ватт оно несет, да? Когда оно в бутылках и в пакетах, там, 60. И когда оно в сухом состоянии, 40. Но оно все равно несет, оно развивает. Да. Баба, значит, господин. Баба-джи, это означает человек, достигший стадии индивидуального воспевания. Баба-джи означает тот, кто может в течение 24 суток, ой, 24 в сутки воспевать святое имя и полностью быть сконцентрирован на идеях Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам и жить в соответствии с Аштакалией Лилой. То есть он все 24 часа в сутки живет Аштакалией Лилой. Это 8 промежутков времени, уголоков риндаваны. И постоянный ум без отклонений направлен на это. И это проявляется через его садхану. 24 часа в сутки он знает, что он встречается с Кришной и так далее. Он никогда. Эти Баба-джи, они достигают настроения Это означает, что их ум полностью сконцентрирован. Они постоянно находятся в медитации, которая превращается в йогу. А йога, они связаны с Кришной. Это состояние транса такого. Это Баба-джи. Очень высокие. Они никогда не проповедуют. Почему нет? Есть просто два уровня тех людей, которые связаны с Кришной в равной степени. Одни называются Бхаджина-нанди. Это вот Баба-джи. Их называют Бхаджина-нанди. То есть воспевающие. То есть они через воспевание индивидуальное поселяются возле Радхакунди. И есть Гоштхинанди. Гоштхинанди – это проповедники. И они достигают одного и того же результата. И говорится, Господь Чайтанья, он пришел с миссии Гоштхинанди. Он не пришел с миссии Баба-джинанди. Юга-дхармой не является Баба-джи. И вот эта вот Бхаджина, она не является Юга-дхармой. Юга-дхармой сейчас является Гоштхананда. Да, несомненно. И благодаря проповеди мы достигаем в конце жизни, можем достигнуть вот этого Бхаджина-нанди. Говорится, все молодые годы полностью, пока человек не состарился, он должен посвящать изучению, реализацию, вот это аштакали и лилы, то есть жить в соответствии с Адханой, повторять святое имя и так далее. И он должен достигнуть этого совершенства. Принимать учеников. И в конце жизни он может стать Бхаджина-нанди. В конце жизни. Как Бхак-цивинода-дхакур, как Шрила-бхаксан-сарасвати-дхакур. У них всех там стоят Бхаджин-кутиры на Радхакунде. Можно увидеть их. Бхаджин-кутир Бхак-цивинода-дхакура, где его тапки, его палка, которой он бился. Там Бхаджин-кутир в Шриле-бхаксан-сарасвати также находится. Только Шрила-правпада покинул тело в Кришна-баларам-мандире. И Кришна-баларам-мандир предсказан в Пуранах, что Синопати-бхакта, великий преданный Господа Чайтани, он откроет этот храм Кришна-баларам-мандир. Самое главное место во Вселенной. Этот храм является самым главным во Вселенной. Даже храм Джаганадхи и все. То есть просто еще никто не понимает, что открыл Шрила-правпада. Еще не осознают люди. Но говорится, что этот храм, он был всегда во Вриндауне. Радха Кришна-баларам-мандир. Мандир значит храм. И это настолько важный храм, что он станет самым святым местом во Вселенной. И говорится, все Вайкунтхи вместе с Галоку Вриндауной проявлены в этом храме. Если какие-то отдельные храмы они проявляют, только Вайкунтхи не проявляют Галоку Вриндауну, или какие-то определенные Вайкунтхи проявляют, то Кришна-баларам-мандир в шастра говорится, что этот Сасинопати-бакта построит этот храм, проявит его, и в нем будут воплотятся все Вайкунтхи Локи вместе с Галоку Вриндауной. Такая важность будет Кришна-баларам-мандир, который открыл Шрила-правпада. «Пожалуйста, поясните, если человек полностью находится на платформе сентиментальности, что нужно делать, чтобы он, видимо, использовал разум? Что для этого нужно, чтобы проявить и действовать руководство ЦА, разумом?» Во-первых, сначала нужно постигнуть природу разума, узнать, что же такое разум, в чем различие разума и ума, и чувств. Это первое, что нужно сделать. Хотя бы теоретически узнать, чем разум отличается от ума. И в шастрах описываются функции ума. Функции ума – воля и извлений, ощущения, и кто еще помнит что? Мышление. Функции разума в чем заключаются? Ну, дискриминация – это одно слово. Еще какие функции? Память, знания, забвение, еще ценности. Ценности. Что является ценностью, что не является ценностью? Это то, что мы называем термином дискриминации. Это разум, функция разума. Ум просто мыслит, мышление, функция ума – это мышление, функция ума – это волеизъявление, это желание, так будем говорить проще – желать и ощущать, чувствовать. Потому что все наши чувства, они стекаются в ум. Мы видим не глазами. Глаза – это, поэтому называется, зрительный аппарат. Зрительный аппарат, слуховой аппарат, речевой аппарат и так далее. Все это аппараты. Даже в медицине так называют. Аппарат, слуховой аппарат. Да, изучай там эти вот. Отороларингологи, ухо-горлоносы, так сказать, не изучают эти функции. И в соответствии с этим, то есть человек, когда он понимает функции разума и понимает, что его разум очень слабый, что чувства и ум побеждают его собственный разум, тогда, говорится, он должен найти себе того, кто находится на платформе разума и делать то, что он будет говорить ему. То есть использовать его разум, поскольку его собственный разум очень слабый. Вы должны найти сильный разум и с этим разумом находиться. Пользоваться чьим-то разумом. Так постепенно ваш разум также окреплен. Используя чей-то разум, вы можете укрепить свой разум. Поэтому и говорится, что первая ступень или первый шаг в преданном служении называется саддана-витхи или саддана-вайтхи-бакти. Это означает преданное служение под руководством опытного преданного. То есть его чувства не перехлёстывают его разум. Никогда. Если он что-то делает, то он делает с платформы разума. Даже какой-то, казалось бы, неблагочестивый поступок. Но он делает его с платформы разума. Как Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства этих объектов, есть притворщик. Притворяться – это не функция разума. Притворство. Потому что разумом может позволить что-то сделать. Поскольку человек ещё не окреп. Разум говорит, зачем ты встаёшь 4 часа? Ты ещё не окреп, постепенно ты становишься шизофреником. А он говорит, нет, я крутой. Зато меня все уважают теперь. Я сам себя уважаю. Он говорит, за что ты себя уважаешь? Всё это жалко и ничтожно. Ты же делаешь всё на публику. Себя хочешь. Гордость – это гордыня. И говорится как раз вот этот Ариштасура, он является олицетворением ложной гордости, лжерелигиозности и пренебрежения. Вот этих трёх – это Анардха, олицетворение Анардхи, вот это вот Ариштасура. Гордость, лжеучение. Что такое лжеучение? Это любая религия, это любая религия, которая отвергает бхакти. Бхакти-йогу, отвергающая бхакти. Любовное предное служение верховной личности, оно является лжерелигией. И эти люди становятся гордыми. И говорится, пренебрежение. Полное пренебрежение. Это означает к духовной, к духовной субстанции, к духовному учителю, к каким-то атрибутам духовной жизни, к правилам духовной жизни. И так, полное пренебрежение. Из-за гордости всё это происходит. Таким образом, разум – это то, что поэтому называется будхи-йога. И в Айтхи-бхакти – это значит, мы служим под руководством опытного человека, который не фанатик, не индейец. Потому что мы радуемся, что Шрила Прабхупада наконец-то встретился с Кришной. Ты бы не радовался? Если бы наш с тобой духовный учитель встретился с Кришной, или ты плакал, зачем ушёл, оставайся здесь, здесь лучше. Мы радуемся. Говорится, светские люди, они только не радуются, когда кто-то достигает. У предных есть ли обязанности? Да. Если они не достигли ещё полного служения, то есть они не полностью заняты, да, у них есть такие обязанности. Арджуна был парамахамси, предным, и он поклонялись предкам они. Они-то каждый раз пинду проводили. Это Хиштира проводил пинду, они не были полностью заняты служением ещё, они не считали себя. Потом Кришна сказал, не надо проводить пинду, вот то делайте, прекращайте. Те, кто в невежестве, пинду проводят. Кришна на Курукше тревел. Ты ещё там всё-всё-всё-всё-всё-всё, беспокойся? Кто будет пинду проводить? Ай-вой-вой. Успокойся. Вперёд. Вот тебе флаг с холуманом и вперёд. Там осторожней, розетку не трогайте, свет тухнет. Когда человек полностью не погружён, не занят, ходит, болтается. Иногда люди просто убегают от исполнения обязанностей, на самом деле скрываются в храмах и так далее. Скрываются. Не проповедуют, ничего толком не служат. Просто скрываются в храмах. От своих жен, от элементов, от армии, от всего, чего хотите. И Прупадов всегда говорил, это еще раз, когда он приехал в Америку, он пишет письмо, есть письмо шел Прупады одному из своих братьев Богин, он говорит, я приехал сюда в Америку и вижу, что все молодые люди здесь в основном шудры, поскольку никто из них не хочет служить в армии. Это указывает на то, что это общество полностью практически лишено кшатрия. Что там такое происходит? Все продолжает валиться. Что они не имеют, это шудры, это шудры. Они даже не понимают, что такое долг перед Родиной, долг перед обществом. Только кшатрия понимает такое положение, как долг. Шудры не понимают, что такое долг. Даже в денежном отношении они не понимают, что такое долг. Даже когда они деньги занимают, они не понимают, что такое долг. Они не отдают, говорят, давай, что-то начинают. Говорится, кшатрия, он умрет и отдаст долг. Умрет, а отдаст. То есть, все, он отбрасывает все и только ради долга работает. Вот если он занял у кого-то деньги и не может вовремя отдать, тогда он все бросает и пытается отдать. Это кшатрия не кшатрия так поступает. Шудры нет. Они говорят, что ты не понимаешь, что людей взять-то. Что, давай, будет нормально, будет денег, будет пища. Такие одни слова. Это шудры. И пропадок говорит, что я так скорблю. Не вижу ни одного. Ни с брахманическими качествами, ни кшатрийских качеств. Вайши иногда попадаются. Но это шудра вайши. Это шудры, которым повезло. Почему им повезло? Они что-то там сделали в прошлой жизни. А кормили ворона до отвала. Птиц кормили там, что-то еще делали. Браманом жертвовали. Шудры иногда тоже жертвовали. Шудры, хороший шудр бывает. Очень же честный человек. Просто простолюдин физически работает. Но если он служил браманом, служил вайшнамом, что-то для них физически даже делал, он в следующей жизни становится богатым. Может стать очень богатым. А самое лучшее благословление, если он становится преданным в следующей жизни. А может стать и богатым, и преданным. Как Амбариши. Это Форд. Форд. Знаете, Амбариши. Праву. Ученик Шилл Парупада. Генри Форд. Очень хороший алишнам. Очень хороший. Как царь себя ведет. По жизни как царь себя ведет. Очень благородный, очень такой. Решительный, смелый человек очень. Такое что-то. Хотя он как бы в положении вайшей вроде бы как-то. На самом деле у него есть такие царские природы. Потому что я лично его знаю. Жена у него такая очень интересная. Кормила ее зовут. Очень из богатых. Из одной из самых богатейших семей Индии. В Индии очень богатые люди. Которые по своему достатку превышают даже миллионеров. Соединенных Штатов. Такие люди богатые. А еще богаче индусов и американцев вместе взятых. Это кто? Арабы. Они еще богаче. Там самые крутые. Часть африканского континента. Там вообще есть цари. Так сказать и так далее. Принцы. Черный принц на белом коне. Вы ждете принца, вам будет. Могунини и буква. Потому что на Курукшетре не было субхадра и баладена. Это было интимно. Это было только между ними. Вот представь, ты любишь женщину. Ты будешь смотреть на брата, на сестру. Нет. Ты хочешь только с ней быть. Ты идешь спать и говоришь, брат, сестра, пошли тоже. Вы что-то хотите вместе побыть? Вы говорите, ну ты что, без брата, без сестры, куда поедем? Поехали тоже, брат, сестра. И тогда та женщина, она что-то нервничает. Она скажет, может быть, ты с братом и с сестрой пойдешь? Я тут постою. Интересный вопрос ты задал. Почему он так сказал? Не хотели? Он мешал. Та два человека мешал. Поэтому он не хотел. Еще есть какие-то вопросы? Гранд Шриман Бхагавадгита класс Киджай, Шриупруппада Киджай, Шишинитай Гуранга Киджай, Говру Проминанды Хари Хари Бог. Продолжение следует...